Любоваться свежей зеленью, гулять и отдыхать можно и даже необходимо, но не стоит забывать о мелких, но очень опасных сезонных врагах. Вместе с цветущей флорой просыпаются и клещи. Этой весной в Ульяновской области уже зарегистрировали более 300 случаев нападения клещей. Сезон активности вредоносных насекомых начался в середине апреля, а в мае их популяция достигла пика. Наша съемочная группа спросила у прохожих, как они предпочитают защищаться от весенних паразитов. Честное слово, никак не защищаюсь. Меня они не едят, не любят они меня. Ну, во-первых, я ничего такого существенного не одеваю на себя, кроме обычной одежды. Но самое главное, в течение где-то 20-30 минут я стараюсь обязательно смотреть, потому что они, как правило, ползают по штанишкам. Если вовремя их заметить и приложить усилия их ликвидировать, то они, в принципе, не страшны. И все. Мы стараемся не находиться в тех местах, где клещи. Переносчики энцефалита подбираются к своим жертвам незаметно. Они подкрадываются по траве. Одеваться и правда надо так, как сказано ранее. Закрытая обувь убережет ноги. И даже если на улице жарко, еще одну пару можно взять с собой и переобуться в парке или в лесу. Открытую майку лучше всего дополнить олимпийкой с длинным рукавом. И голову тоже необходимо покрыть кепкой или другим подходящим убором. И это не модные советы. Стили подачи можно выбрать любые, но здоровье лучше всего поберечь. Заметить незваного гостя не так уж и просто. Важно знать, что люди практически не ощущают укуса паразита, ведь его слюна содержит обезболивающее вещество. Обнаруживается неприятный попутчик чаще всего дома после прогулок. После посещения вот этих массовых посещений каких-то лесов, парков, обязательно должен быть осмотр друг друга взрослые, потому что клещ всегда ползет снизу вверх. Обязательно друг друга осматривать, особенно детей. Например, дети также не могут заметить. Выкручивать клеща самому по советам из интернета нельзя. Есть риск оставить часть насекомого под кожей. Правильнее будет поехать в травмпункт. Далее органический материал отправят на экспертизу. Для того, чтобы у нас в дальнейшем изучить, он патогенный для человека, то есть заразный для человека или нет, мы должны его изучать. У нас есть лаборатория при Фабус-центре гигиена эпидемиологии, который находится в период Комсомольский номер 9. При обнаружении энцефалита человека отправят на вакцинацию. По данным Роспотребнадзора, в апреле и мае этого года случаев инфицирования пока не зафиксировано. Но, несмотря на хорошие новости, терять бдительность не стоит. Опасность сохраняется в июне и в июле и начинает уменьшаться вместе с сезонным падением температуры воздуха не ранее начала августа.